В 2008 году X6 открыл новый класс купеобразных кроссоверов. Автомобиль привлек к себе много внимания, что и продолжает делать по сей день. С тех пор автомобиль сменил два поколения E71 и F16. Когда выходил X5, за ним выходил X6. Автомобили имели схожую переднюю часть, начиная от бампера до ветрового стекла. Но в своем третьем поколении X6 уже существенно отличается от X5. Давайте разберемся чем. В первую очередь фронтальная часть отличается решеткой. Она не такая вертикально направленная, как у X5 и вытянута по краям, как у 8 серии. А еще эта решетка имеет опцию Iconic Glow, которая позволяет решетке светиться в ночное время суток. Она доступна только для X6. Вам не придется пользоваться дальним светом, чтобы вам уступили дорогу. Попробуйте, это реально работает. Вы можете сделать так, что решетка начнет светиться только при открывании машины или с ближним светом фар. Сама решетка имеет активные шторки, которые открываются и закрываются в зависимости от необходимости двигателя в воздухе. Это существенно улучшает аэродинамику. В топовую оптику входят лазерные фары. В базовом оснащении автомобиль имеет адаптивные LED-фары. Оба типа фар имеют изменяемую зону освещения и ассистента дальнего света. А еще адаптивные LED-фары имеют другой дизайн. Это одна из множества вариантов персонализации автомобиля. X6 – экстраверт во всем. Особенно в дизайне. У машины много интересных деталей. Типичные для моделей X угловатые арки и нетипичные жабры, которые имеют вырез в верхней части. Но самое интересное сзади. Широченные узкие фары и стекло, доходящие практически до края крышки багажника. Пакет M-Sport добавляет машине агрессии передним бампером, порогами и особенно задним бампером. Только посмотрите на эти жабры! С такого ракурса машина выглядит персонажем из комиксов Marvel. Размеры дисков начинаются от 19 дюймов и заканчиваются 22 дюймами. Это как раз максимальный размер, и как по мне, такой размер идеально подходит дизайну кузова. Шикарный цвет Manhattan, в котором был презентован миру автомобиль, великолепно передает все грани кузова. Возвращаясь к вариантам исполнения, машина может быть в трех вариантах – базовом, X-Line и M-Sport. Подводя итоги по экстерьеру, хочется отметить, что автомобиль был все-таки создан для тех, кто любит выделиться из потока. Автомобиль со спортивным дизайном кузова должен ездить как спортивный автомобиль. Так оно и есть динамичный, маневренный и в то же время комфортный. Для тех, кто любит поострее, есть опциональная подвеска M, которая имеет три режима вождения – комфорт для комфортабельной езды, спорт для спортивной и адаптив для автоматического подстраивания под дорожные условия. Автомобиль становится динамичным и максимально маневренным. Для максимальной управляемости доступно интегральное активное рулевое управление, проще говоря, подруливающее задние колеса. На малых скоростях они поворачивают в сторону, противоположную передним колесам, а на высоких скоростях они поворачивают в ту же сторону, что и передние колеса, для повышения безопасности и маневренности при перестроении. Спортивности машине добавляет выпускная система M-Sport, которая меняет свой звук в зависимости от выбранного режима вождения. На этой машине бензиновый трехлитровый шестицилиндровый турбомотор мощностью 340 лошадиных сил. Для тех, кто хочет помощнее, есть V-образная восьмерка мощностью 530 лошадиных сил. Для фанатов дизеля доступны два варианта дизельных моторов с разным уровнем форсировки. Давайте проверим динамику. Несмотря на общую базу с X5, X6 по поведению полная его противоположность. Я бы назвал его провокатором. Настройки коробки и двигателя постоянно тебя подталкивают на резкие маневры, на то, чтобы сильнее давить на педаль акселератора. К этому всему добавляется и посадка за рулем, ведь сиденья расположены конструктивно ниже, чем у его брата, что по ощущениям дает вам посадку, как в спорткаре, только с большим клиренсом. Но при этом я сижу в опциональном комфортном переднем кресле, которое имеет множественные настройки и отличительную черту, так называемую в быту ломающуюся спинку. Смотрите, что я имею в виду. Ни одно другое кресло не будет обволакивать вас так, как это. Кресло и часть интерьера обиты расширенной кожей BMW Individual Merino в цвете кофе. Внутри роскошный интерьер с двумя огромными 12-дюймовыми мониторами системы BMW LifeCockpit Professional и элементами управления, поделенными на кластеры. Отделка стеклом джойстика коробки, шайбы iDrive и кнопки Start-Stop – это опция, которая добавляет роскоши интерьеру. Внутри джойстика есть буква Х, которая светится в темное время суток. Панорамная крыша добавляет солнечного света интерьеру и делает его более воздушным. А панорамная крыша Sky Lounge в темное время суток создает невероятную атмосферу внутри. Я очень люблю кофе, и для меня важно, чтобы напиток всегда был в горячем состоянии, так как я люблю растягивать удовольствие. Термоподстаканники поддерживают температуру напитка, и я всегда наслаждаюсь горячим кофе. Кстати, о горячем. Опциональный пакет обогрева передних пассажиров включает в себя подогрев руля, подогрев подлокотников как на центральной консоли, так и на дверных картах, и подогрев кресел. Из интересных наблюдений, сзади, благодаря длинной колесной базе, для ног много места, как и для головы, учитывая, что кузов купеобразный. Этот автомобиль не имеет принадлежности ни к полу, ни к возрасту. Он создан для тех, кто молод душой, кто не боится выделиться из толпы и кто хочет почувствовать свободу за рулем. Оставляйте комментарии, нам интересно знать, что вы думаете об этом автомобиле.